Всем привет, на связи Андрей Крупкин и это аудиоподкаст на тему продаж. В этих аудиоподкастах делюсь своей субъективной точкой зрения относительно темы продаж, отдела продаж, переговоров. Я надеюсь, что этот аудиоподкаст помогает вам получать другие результаты в ваших отделах продаж. Начну с маленькой предыстории. В отпуске читал книгу Михаила Лобковского «Хочу и буду». Это психотерапевт, довольно-таки известный. И в этой книге, в одной из глав, он описывает ситуацию, которая с ним случилась, когда он был интерном. Проходил интернатуру и возле его кабинета психотерапии были кабинеты наркологов, тех врачей, которые лечат алкоголиков, наркоманов. И он пишет, что наблюдает такую картину, что возле кабинетов наркологов очень большие очередя, но по какой-то причине эта очередь очень быстро проходит. И огромное количество людей очень быстро выходит с кабинета нарколога. Судя по всему, наркологи просто не берут этих пациентов в работу. Закончилась смена, он подошел к кабинету наркологов и спрашивает, что такое, почему вы так поступаете, почему очень много людей уходит. И наркологи объяснили ему, что мы не беремся лечить пациентов, которых кто-то привел. Жена привела мужа, наркомана или алкоголика. Родители привели ребенка, друзья привели друга. Почему? Потому что проблема-то не у того человека, которого привели. У него все хорошо, он может быть только и ждет этот день или минуту, чтобы налить себе стаканчик, рюмочку и выпить. Он может быть даже ждет этого состояния, потому что у него все хорошо. Это плохо у тех людей, кто ведут этих людей. Это жену раздражает то, что муж пьет, или родители, или друзей. По одной простой причине, если они будут наркологи браться за таких людей, которых привели, толку не будет. Они не осознают проблемы. И тут у меня прям щелкнуло. Я сразу же представил и переложил эту историю на то, что делает моя компания, бюро продаж. Мы занимаемся построением отдела продаж. У нас действительно так очень много случаев, когда руководитель отдела продаж сам понимает, что у нас все печально. Нет CRM, нет системы, нет скриптов. Команда в хаосе работает. Он приходит к руководителю компании, к собственнику бизнеса и говорит, давайте что-то менять. И тащит его за руку к нам. И наоборот, когда собственник бизнеса понимает, что у него какая-то проблема в отделе продаж, он берет своего руководителя отдела продаж, партнера или вообще всю свою команду и говорит, нам надо меняться. А люди не понимают вообще, о чем идет речь. К чему этот разговор? Сегодня тема подкаста. Что нам может помешать не создать отдел продаж? На мой взгляд, одна из причин, весомая причина не создания отдела продаж, это текущая команда, которая работает с вами плечо к плечу. Если сузить риск в 4 пункта не создания отдела продаж, то их могу выделить несколько. Первая причина – это ваш продукт. Продукт должен быть экологичным. Если продукта нет, вряд ли вам надо и стоит создавать отдел продаж. Второй момент – это стабильность продаж. То есть это ваши цифры. Насколько стабильны цифры в вашем бизнесе за последнее время. Если вы стартап и начинаете заново, то риски создания отдела продаж, они просто увеличиваются. Чем больше цифр, тем меньше рисков, потому что вам надо опираться на цифры. Третий момент – это репутация вашего бренда. Если репутация на рынке плохая, то какой бы отдел продаж вы не построили, какие бы людей вы не привлекли, какую бы систему не сделали, а толку не будет, если репутация плохая. Не только с точки зрения клиент-бизнес, но и тоже с точки зрения соискатель, который ищет работу. Не будет он работать, если ваша репутация компании или вашего бренда на минимальном уровне. И, конечно же, команда. С командой мы с вами иначе. Хочу с вами поделиться моими мыслями и действиями, как вообще вычислить, команда – это риски или не риски? Что будет происходить с этой командой? Мне часто говорят, и клиенты, и вообще, в принципе, мое окружение, что, Андрей, ну так зачем кому-то обращаться за помощью? Есть компании, которые спокойно, самостоятельно выстраивают себе отделы продаж довольно-таки системные, прибыльные и так далее. Да, согласен я. Супер. И у меня в практике есть очень много примеров, где, будучи руководителем отдела продаж, наемным руководителем, мне удавалось без всяких знаний, консультантов и книг создавать команды, которые продают эффективно. Но тут вопрос. Но у кого-то же это не получается? И вот если вы из тех людей, которые до сих пор просто так не создали отдел продаж, значит, эта история не про вас. Вам нужна помощь. Я постараюсь в этом подкасте вам подсказать, каким образом мы можем с вами вычислить, какая наша команда, является ли текущая наша команда рисками для изменений для будущего отдела продаж. Первый момент, что вы должны делать, вы должны понять перед изменениями, кто ваш ключевой сотрудник, кто он. Что такое ключевой сотрудник? Это тот человек, через которого вы будете внедрять. Неважно, самостоятельно или с помощью каких-либо консультантов. Вы должны понимать, какое эмоциональное состояние у этого человека, как он мыслит, как он относится к неудачам. Потому что создание системы продаж, это всегда неудача. Неудача, неудача, неудача и удача. Даже внедрение скриптов, это неудача, неудача и удача. Потому что скрипт нужно протестировать, поработать с ним. Внедрение CRM, внедрение системы, даже внедрение нового человека, его адаптация. Это всегда неудача к неудаче. Поэтому вы должны четко предъявить, кто этот ключевой сотрудник. Часто бывает так, что мы начинаем определять, кто же у нас является ключевым сотрудником и понимаем, что никого. Ну никого. Не наш руководитель отдела продаж, не отстаивает интересы нашей компании, боится сложности, не наши менеджеры по продажам, не наш партнер. Соответственно, кто? Я. Все, мы должны взять на себя ответственность, стать ключевым сотрудником в момент изменений. Второй момент. Вы должны определиться с вашей командой. Если она сегодня есть, команда продавцов, вы должны замерить их дисциплинарные показатели и компетенции. Зачем нам компетенции? Вы должны понимать, от какой точки вы отталкиваетесь в их компетенциях, какие компетенции докручивать. А дисциплина, вы должны понимать, насколько дисциплинированы ваши люди, внутри вашей команды. Любое изменение требует от команды, от системы дисциплины. Будь то внедрение CRM-ки или скриптов, или внедрение новых планерок, или внедрение нового найма или адаптации. В любом случае, это должна быть дисциплина. В данном случае, дисциплина намного важнее, чем мотивация. Третий момент. Вы должны определить, есть ли в принципе вашей компании корпоративная культура. Зачем она нужна? При любых изменениях, ваша команда должна быть сплочена чем-то, целью, миссией. Опять же, есть два варианта. Либо это системно, либо это не системно. Но главная задача определить не это. Главная задача определить, есть ли она в принципе. Я часто наблюдаю картину, когда сам бизнес не системный, нет прописанных всяких философий, ценностей. Вот нет никакого регламента, но команда настолько сполочена одним результатом, что внедрение, любое внедрение, даже если оно будет очень сложное, оно протекает очень легко для самой компании. И очень быстро внедряется и получается результат. Четвертый момент. Вы должны понять, а вы кто? Вы авторитет или тот человек, который внутри вашей команды эти изменения внедряет? Он авторитет для всех? Если же он не авторитет, то скорее всего, очень большие риски того, что придет новая команда, новый менеджер по продажам, нет авторитета, все рассыпется. Новенькие увидят, что нет авторитета, нет лидера и поймут, что неинтересно здесь работать в этой компании, а старенькие будут работать, как и работали дальше. Тоже есть масса примеров, когда мы заходим в компанию и видим, что не собственник бизнеса, даже не руководитель отдела продаж, не авторитет среди продавцов. Продавцы там научились работать по своей схеме, даже бывают откатные схемы или даже воровство на работе. И ничего мы с этим делать не можем и уволить не можем, потому что мы зависим от этих менеджеров по продажам и получается то, что получается. Пятый момент. Это управленческие компетенции. Любое изменение, особенно в системном отделе продаж, требует управленческих компетенций. Планирование, контроль, управление, мотивация, делегирование. Все эти пункты должны быть у того человека, который делает, внедряет изменения в ваш отдел продаж. И шестое. Готовы ли вы, как человек, который делает и внедряет эти изменения, готовы ли вы к этим изменениям? Почему этот пункт здесь? Казалось бы банально, Андрей. Ну ты, конечно, молодец. Кэп. Как это я буду внедрять, еще не готов к этому? Да, друзья, бывает такое. Часто слышу, надо CRM-ку. Вроде как бы человек четко понимает, зачем CRM-система нужна, какой результат он даст нашей компании. Начинает внедрять это все, видит саботаж команды, сталкивается с трудностями, опускает руки и забивает. Просто CRM-системы, скрипты, новые периоды адаптации иногда в компаниях внедряются годами. Так и не внедряются до конца. По одной простой причине, сам человек, который проявил инициативу к этим изменениям, не готов к этим изменениям. Хочу обратить ваше внимание, что пройдитесь, попробуйте пройтись по этим всем шести пунктам. Оцените себя, оцените риски вашей команды к не созданию делопродаж, чтобы понимать заранее, что ждет вашу команду. В Европе, на западном рынке существует даже такое понятие, как институт изменений. То есть западный рынок давно уже об этом думает и давно изучает вообще опыт больших корпораций, как они изменялись, как они работали своими командами, как они переживали кризисы. И действительно, как бы это ни звучало грустно, мы должны работать со своими командами, объяснять им, растолковывать, зачем эти изменения, какой результат они нам дадут. Вы увидите, если ваша команда в бизнесе готова к изменениям, гибкая к любым изменениям, неважно, делайте самостоятельно или с помощью кого-то, какой-то компании, консультанта, руководителя. Вы увидите, если команда гибкая, результаты будут намного быстрее и намного легче. Продолжение следует...